Вообще у меня Блиц-доклад, поэтому не удивляйтесь. Всем здравствуйте, зал Паридел. Будем такой милой тусовкой сидеть. Я расскажу сейчас о себе. Я учусь из Киева, работаю я в компании Тера, я тест-инженер. Опыта работы у меня уже больше пяти лет. И есть у меня опыт работы и с мобильными приложениями, но последние три года я работаю в основном с веб. В том числе и на мобильных устройствах. Еще я веду такие маленькие тренинги по развитию компетенции у нас в компании по мобильному тестированию. И что я хочу сказать. Очень часто я замечаю, что когда говорят о работе веб-приложения, то говорят, что он работает на устройстве. Упуская тот момент, что работает он не непосредственно на устройстве, а через мобильный браузер. И вот сегодня я хочу вам рассказать именно о мобильных браузерах. Что это такое и какие виды их бывают. Что такое в принципе браузер. Это такое программное обеспечение, которое служит для того, чтобы запрашивать веб-страницу из интернета где-то, отображать ее пользователю и давать ему возможность с ней работать. Мобильный браузер делает то же самое, ровно то же самое, но он оптимизирован так, чтобы работать именно на мобильном устройстве. А именно это работать в условиях маленького экрана, медленного интернета, ограниченных ресурсах, таких как памяти или батареи, например, и тому подобное. Мобильный браузер достаточно, и вообще браузер это достаточно сложное программное обеспечение, которое состоит из большого количества компонентов, но основным, одним из основных является браузерный движок. У него есть много названий, и что он собой представляет. Это такой компонент, который собирает все, что он может получить о странице, и, то есть это HTML, CSS, XML, картинки, в общем, все подряд, собирает ее и показывает пользователю, предоставляя интерактивность вместе с ним. Каждый большой игрок, который разрабатывает браузер, имеет свой собственный движок. У них есть свои имена и свои особенности. Есть несколько видов мобильных браузеров. Первый — это браузер, который установлен по умолчанию. То есть это тот, который, когда вы покупаете новое мобильное устройство с операционной системой, то этот браузер там уже есть. Разрабатывают их, как правило, те же разработчики, что и операционную систему. И основной особенностью этого браузера является то, что обновляться они могут только вместе с операционной системой. И что это значит? Чтобы обновить Safari, нужно обновлять iOS. Чтобы обновлять Android WebKit, нужно обновлять Android операционную систему. Следующий тип — это скачиваемый браузер. И он отличается от предыдущего тем, что он работает на тех же правах, что и обычное приложение. Пользователь его самостоятельно скачивает из магазина приложений. И его основным плюсом является именно вот эта возможность быстро обновляться. Именно поэтому самые новые и самые интересные фичи браузерные появляются, наверное, на таких браузерах. Следующий — это прокси-браузер. Чем он отличается от предыдущих? Тем, что браузерный движок, то есть компонент, который отвечает за отображение страницы, он находится не на устройстве. Он находится на удаленном сервере. То есть работа его, как он работает? Пользователь запрашивает какую-то веб-страницу. Например, sqdays.com. Этот браузер отправляет запрос на сервер. Сервер отправляет уже все необходимые запросы на сервер sqdays, получает ответы, собирает страницу, делает какой-то типа снапшот и уже этот снапшот отправляет на клиент. То есть если пользователь захочет перейти по какой-то глубокой ссылке, то процесс повторяется заново. Понятное дело, что в таких условиях все это работает очень медленно и плюс еще ограниченная функциональность достаточно получается. И сразу возникает вопрос, а зачем оно надо? Это же странно, но основное назначение таких браузеров – это экономить трафик, то есть экономить деньги пользователя. Поэтому такие браузеры очень популярны в странах, где интернет очень дорогой, в частности мобильный. И последний тип мобильного браузера – это WebView. Очень хороший сегодня был доклад по фонгебу, и докладчик очень хорошо раскрыл тему, как WebView используется и зачем он нужен. WebView, если кто не слышал, это такой компонент, который позволяет открывать веб-страницы внутри нативных приложений. То есть это такой мини-браузер, который встроен внутри приложения. То есть он открывает страницу внутри себя, не открывая большой браузер, который достаточно тяжеловесный. И исходя из того, что мы знаем, вопрос, в каких из этих видов нужно тестировать. Если мы возьмем такую сферическую операционную систему в вакууме, то мы получаем, что нужно тестировать в браузере, который установлен по умолчанию, в браузере, который самый популярный браузер для этой операционной системы в вашем регионе или в регионе, где используются приложения, в прокси-браузере популярные, и веб-вью, который, если предполагается, что приложение будет в них открываться. И это все правильно и все верно, но есть у нас на рынке сейчас два таких монстра, которые просто нельзя игнорировать, у которых есть свои какие-то стратегии и понимание работы. Это iOS и Android, и у них есть свои особенности. Мы помним, что такое браузерный движок. Так вот, iOS, ну, в принципе, Apple запрещает использовать какие-либо другие браузерные движки, кроме своего собственного на iOS. Также он запрещает использовать какие-либо другие веб-вью, кроме своего собственного. То есть, что это значит? Это значит, что Safari использует веб-кит, это браузерный движок, который разрабатывает Apple. Google использует веб-кит, Google Chrome. Firefox использует веб-кит. И, по большому счету, это один и тот же браузер. И тестировать где-то, кроме Safari, имеет смысл только в том случае, если есть какие-то особенные интеграции, либо особенная функциональность с браузерными какими-то фичами. Но прокси-браузеры под эти правила не подходят, потому что у них вот этот rendering engine, он находится не на клиенте, он находится на удаленном сервере. И там они уже могут использовать что угодно. Ну и веб-вью. То есть, если предполагается, что используется, тогда нужно тоже тестировать. В отличие от iOS, у Android совершенно противоположная маркетинговая стратегия в принципе. И это, как бы, Android, я вообще очень люблю Android, и они очень хотят сделать всем хорошо. И все, как бы, производители, которые используют Android, они, конечно, тоже хотят отличаться и зарабатывать деньги. И так как Android — это открытая операционная система, то ее может кастомизировать кто угодно. И каждый пользователь так и делает. Каждый не пользует, каждый производитель железа так и делает. Он кастомизирует операционную систему Android под себя. И так как нативный браузер, который там уже предустановлен, является частью операционной системы, то его он тоже может кастомизировать. То есть, получается, что нужно всегда тестировать в нативном браузере Android, а это может быть Android WebKit, либо Chrome в зависимости от производителя. И именно поэтому нужно знать, какие производители андроидовских девайсов популярны в вашем регионе. Плюс еще популярны скачиваемые браузеры, которые можно найти где-то в Play Market, потому что там можно использовать любой другой браузерный движок, плюс прокси-браузеры, ну и плюс WebView, которые тоже могут кастомизироваться. Кстати, вот эта вот кастомизационная идея Android, она приводит к тому, что обновлять операционную систему Android очень сложно. Очень. Именно поэтому Google свои самые крутые сервисы, типа Google Maps, и в том числе Google Chrome в некоторых, они их не включают в операционку, они их отдельно обновляют, потому что тогда бы они просто ждали годами. Так вот, во всей этой чехарде, ну и вообще при тестировании веб-приложений не всегда имеет смысл строить большую лабораторию мобильных устройств. Эмуляторы кажутся очень-очень классной такой альтернативой и помощником в этом деле. Я бы лично разделила эмуляторы на три вида. Первый — это встроенный в десктопный браузер. Я думаю, многие из вас им пользовались. Это тот, который, когда вы открываете браузер обычный десктопный и открываете там средства разработчика, то уже у многих браузеров есть такая услуга — можно эмулировать устройство. Второй тип — это эмулятор операционной системы и уже внутри этой операционной системы эмулятор браузера, который там есть. И третий, конечно, кто-то может со мной поспорить, но есть сейчас очень много сервисов облачных, которые предоставляют доступ к реальным устройствам, подключенным к этому облаку. И вы уже можете своего компьютера подключиться к реальному устройству и тестировать ваше приложение на этом реальном устройстве. Эмулятор — это очень классная вещь, и у них очень много достоинств. Первое, конечно, это то, что они сейчас очень умные и позволяют эмулировать много всего. Это и разные виды экранов, там, размеры экранов, и юзер-агенты, и GPS, и разные условия мобильной сети. В общем, вообще круто. Плюс они сравнительно, либо сравнительно очень дешевые, либо даже бесплатные. То есть можно скачать из интернета эмулятор и установить себе эмулятор Android, например. И очень, что классно, это то, что они дают, мало того, что доступ, очень легкий доступ к панели отладки, то есть доступ к средствам разработчика, чтобы можно было хоть как-то смотреть и дебажить это приложение. Но где плюсы, там и минусы, к сожалению. И ключевое слово в «эмулирует работу» — это слово «эмулирует». То есть каким бы классным эмулятор ни был, он все равно никогда вам не даст реальной информации о том, какую перформанс у вашего приложения, насколько оно удобно в использовании. Потому что каким бы, опять-таки, каким бы классным эмулятор ни был, пользуйтесь вы им на своем десктопном, как бы на ноутбуке, либо на компьютере, и вы сидите за столиком и кликаете мышечкой в мониторчике. И как бы реально, насколько хорошо оно в руках чувствуется, вы никогда не узнаете таким образом. Плюс каждый тип эмулятора, из тех, которые были, даже каждый подвид, он имеет свои ограничения. И те, которые, провайдеры таких эмуляторов, они всегда их описывают. И, понятное дело, что не каждый этот ограничение сыграет, но в каком-то случае, такие ограничения могут сыграть злую шутку. Ну и плюс, не все эмуляторы бесплатны. И найти какой-то редкий девайс придет, ну, получится только за деньги. Но зато это будет дешевле, чем покупать самому. Ну и плюс, не всегда их так легко запустить, как хочется. Например, для того, чтобы запустить андроидовский эмулятор операционки, это придется еще побегать с бубном. Достаточно, к сожалению. Ну и вывод. Какой? Во-первых, это всегда используйте статистику при выборе устройства и браузера, которым вы будете тестировать. И причем нужно брать статистику именно по вашему региону, потому что в зависимости от страны, даже соседней страны, как бы статистика может быть поражающей. Плюс, собрайте собственную статистику, потому что она наиболее доверительна в вашем, ну, в случае приложения. И то, что эмуляторы — это очень классный тул, который очень хорошо помогает и является обязательным дополнением к работе, но, к сожалению, реальное устройство эмулятор никогда не заменит. Поэтому, если уж вы тестируете веб-приложение, ну, хоть раз его нужно покликать на реальном устройстве. Поэтому всем спасибо. Это все. Вопросы? Спасибо за доклад. Вы сказали, что, ну, упомянули, по крайней мере, про облачные сервисы, да, или фермы? Да. Ну, по крайней мере, я бы пользовалась это статистикой, ну, по крайней мере, в ДЭО-версии, там доступно несколько бесплатных девайсов. Есть ли у вас опыт использования платной версии и насколько он вам нравится? Ну, именно тест-дроидом я не пользовалась. Я пользовалась другими сервисами. Хорошая вещь, но, опять-таки, оно — это нереальное устройство, к сожалению. То есть все равно остается, даже если это реальное устройство подключенное, все равно остается вопрос. Вот оно так тормозит, это потому что оно далеко находится, или оно так тормозит, потому что у нас приложение, просто браузер не может обработать весь JavaScript, который у нас в приложении есть. Ну, то есть вот это основная ко мне, моя претензия к таким сервисам. То есть, вот. То есть, но это хорошие сервисы в принципе, но не идеальные. Они не заменяют их на 100%. То есть, если вы готовы принять эти риски, то, что вы не можете быть уверены, то, что вы не уверены, что оно действительно хорошо, там, быстро работает, но вы там протестировали, что оно функционально хорошо работает, и вы довольны этим результатом, то есть тут вопрос только, готовы вы взять эти риски на себя или нет. Еще маленький вопрос. Приведите примеры действительно хороших эмуляторов с вашей точки зрения. Именно эмуляторов? Да, просто эмуляторы. Хорошие эмуляторы здесь смотря с какой точки зрения посмотреть. То есть, хороший эмулятор, который встроенный в десктопный браузер, он хорош тем, что он очень быстродоступен. То есть, его не надо долго ждать, запускать. То есть, можно просто его открыть и там еще эмулировать какие-то параметры. Но они тоже, но они показывают только какие-то баги, которые связаны именно с версткой, но, например, не связаны, которые с браузерным движком. То есть, если какой-то, ну, вот этот движок, он не обрабатывает какой-то JavaScript или не понимает, то, например, встроенный браузер, он уже не будет его показывать эти баги. То есть, надо уже, как бы, искать вариант эмуляции хотя бы в операционной системе, потому что там будет такой же браузерный движок. iOS-овский, который запускается, эмулятор операционки из Xcode, да, он хорош, но он условно бесплатный. То есть, как бы, вам нужно купить Mac и потом только тестировать. Поэтому тут на помощь приходят всякие вот сервисы облачные, которые предоставляют доступ именно к таким. То есть, если уж нет желания вот это все запускать у себя на компьютере, то уже проще купить подписку куда-нибудь и пользоваться этими эмуляторами. И они достаточно хороши. И показывали баги, которые потом на реальном устройстве тоже появлялись. То есть, да. Еще вопросы? Привет, спасибо за доклад. Меня зовут Игорь, я тоже из Киева. Тоже интересуюсь мобильным тестированием. Вопрос эмуляции. Вот, ты говоришь, движок, эмуляция браузера, но это эмуляция скрин-резолюшена больше. Коллега задала частичные вопросы, которые меня интересовали. То есть, меня интересует эмулятор, который вы используете, который эмулирует реально ось. Желательно, ну, возможно, есть опыт работы именно на виндетах эмуляции iOS и Android. Какие эмуляторы вы используете, платные или бесплатные? Какие цели вы ставите? Какие задачи решаете? Мы используем платный ресурс. Это не реклама, не на правах рекламы. Это браузер стек. Да, то есть, используем мы его не потому, что мы его выбрали, а потому, что его купили подписку. Но я ему в целом довольна, потому что он показывал, в принципе, реальные результаты. Кроме перформанса, наверное. Вы делаете функциональное тестирование, да? Да, то есть, получается, у нас, так как мы, почему мы используем эмулятор? Потому что у нас нет возможности тестировать на реальных устройствах, к сожалению. Поэтому мы с нашим заказчиком договорились, что они тестируют именно с точки зрения юзабилити на своих реальных устройствах, потому что они могут это делать. А мы проводим уже функциональное тестирование непосредственно именно в эмуляторах. И мы используем вот облачные сервисы. Спасибо большое. Еще есть на вопросах? Кажется, что нет. Давайте поблагодарим для проекта. Спасибо. 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 Спасибо.